Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1301, тема «Деньги». Как понимать Евангелие от Луки 14, 26 «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда задают по этому стиху вопрос, то у меня возникает и встречный вопрос. Первые христиане, о которых мы читаем, что они продавали имение и цену проданного приносили к ногам апостолов, нуждались ли они в этом стихе вообще? Иоанн Затауз говорит, что Евангелие написано к стыду нашему. Стыд состоит в том, что человек заглушил в себе совесть и перестал слышать голос Божий. Притом сделал это добровольно и охотно. Когда узнает кто-то о том, что некто сдал своего отца или мать в дом престарелых, то восклицает. Стыд-то какой! Здесь произошло еще большее. Когда люди перестали слышать Бога, тогда и был написан закон. Для нас это Евангелие. Первые христиане, крещенные в огненных языках духом святым, не имели ни одного Евангелия, которые будут написаны позже. Слово их, подобно лесному пожару, охватывало империю. Они перестали чувствовать родственные связи с родными и теми, кто не принял Христа. А как же иначе? Сам же Господь сказал, Евангелие от Луки 11, 23, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Деяние 9, 4. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Сау, Сау, что ты гонишь меня?» Не принимавшие Христа оставались теми, кто не вошел в мною в ковчег, а не враги Христу. Значит, и мои враги. Спустя 15 лет после воскресения Иисуса Христа из мертвых, Евангелист Лукайя написал эти слова для плоских людей, ставших совершенно непонятными. Представь себе, что волчьи стаи и некоторые из хищников вдруг сделались овцами, а у остальных кровожадная сущность осталась прежней. Матфея 10, 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Кавычки закрыты. По-другому и быть не может, но здесь в каждом конкретном случае нужно поступать чрезвычайно осторожно. Если у вас такие неверующие родственники, то молитесь о них и без совета с опытным духовным человеком не предпринимайте никаких необдуманных шагов. Пух над городом. Прихожанка священника вкусным борщом угостила, а потом про него же бесстыдную сплетню пустила, что он ел с аппетитом, как только едят великаны, что он в гость положил без стеснения много сметаны, и мнение созрело о гости священнике скоро. «Он совсем не духовный, он только сметанник, обжора. Посещал прихожан он как добрый, внимательный странник, но теперь отовсюду о нем говорили сметанник. Люди скоро узнали, кто сплетню пустил повсеместно. Про нее говорили, она поступила нечестно. Может, сделать такое лишь злыдня? Вражище страшило. Стала грызть ее совесть, и сплетница твердо решила. Я покаюсь пред батюшкой в страшном грехе измышления. Чтобы вместо печали в душе расцвело утешение, постучалась к нему, она сразу лицом покраснела. Дверь открылась, вошла виновата, смущенна, несмела. У смиренный отец, перед вами стоит клеветница. Очернила я вас, поступила, как хищная птица. Вы известны повсюду святой христианской любовью. О, простите, не буду подвержена впредь суисловью. Я оставила вас нехорошей, я ославила вас нехорошей позорную славой. Я не знаю сама, как проник в мою душу лукавый. Бог простит, и я тоже прощаю тебя, дорогая. Предживи никого ни броня, ни черня, ни ругая. И в словах, и в делах воздержись от вражды небреженья. А теперь попрошу я тебя об одном одолжении. Закали петуха, ощепи его пух и все перья, разбросай по всем улицам. И перед каждой дверью сделав это приди, чтоб сказать, что ты слово сдержала. Приказанию священника женщина не возражала. Все исполнив, она с петухом опаленным вернулась. И от мира душевного даже слегка улыбнулась. Вот петух вам подарок. Спасибо, послушное чадо. Только это не все. Подобрать пух и перышки надо. Но их ветер разнес по всем тропам и трактам дорожным. Поручение ваше, считаю, отец, невозможным. Разве можно собрать все пушинки? И вечности мало. Разнесло их по разным квартирам, кварталам. Это верно. Вот так же и сплетню вернуть непосильно. Она корни пустила, и злыми плодами обильно. Не твищи языком. Укорачивай это орудие, чтоб царили везде. Доброта, красота, правосудие. 1963 год. Страница 33. Родион Березов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...